любимые дорогие всем бонжур сейчас будет один большой расклад на партнера но без вариантов без вариантов кому не хочется смотреть без вариантов можете немножко отложить это видео и посмотреть тогда когда будет лежать душа к этому раскладу я так иногда делаю то есть иногда начинаешь смотреть нет не нравится чет как-то не подходит не то не созвучно я перестаю смотреть а потом через какое-то время дня через два-три или через неделю я опять возвращаюсь к этому видео общему до к одному видео без вариантов ему смотрю и вот тогда резонирует абсолютно четко абсолютно полностью то есть смотрите по себе хочется смотреть ради любопытства смотрите не хочется ну посмотрите потом авось потом она будет для вас кстати потом она для вас среза не рует ну первый вопрос который мне сейчас хотелось бы задать картам пожалуй какова была реакция загаданного человека на что-то да что для вас важно то есть какое-то сообщение какую-то может быть вашу встречу может быть какие-то конкретные ваши слова сказанные ну вот какова была реакция человека на все что вы посчитаете нужным сейчас загадать и надеюсь было время у вас загадать давайте смотрим колесо фортуны 78 дверей колода забыла представить ее но я думаю она вполне узнаваема колесо фортуны говорит о том что для человека это было неким таким переломным этапом то есть игры кончились шутки кончились вот перед каким-то судьбоносным решением вы человека поставили может быть он даже независимо от вас понимает что пора как-то менять свою жизнь и тут вы в струю попали до в струю как-то попали его мыслей до мои мысли мои скукуны скукуны и скакуны его мысли его каких-то уже внутренних назревших изменений то есть он понимает что пора что-то менять пара мой друг пара и вот вы в это пара попали здесь вот некая общность они занимаются столоверчением простите хотел сказать самолечением но для кого-то столоверчение это тоже самолечение а кстати насчет самолечения если вы говорили ему что вы там руками можете как-то облегчать боль человеку да у него вполне вот такая могла быть мысль что вы руками могли бы снять его какие-то боли физические да не говорю там о душевных и все таком всем таком еще эта карта да еще хотел сказать что эта карта общности эта карта никого совместного занятия до никого совместного дела которым бы он мог с заняться бы вот дальше семерка пентакли опять же некое совместное дело ну что во первых он вас воспринимает как человека получившего заслуженный результат да за премию заслуженно заслуженный результат заслуженную какую-то вот победу награду то есть вы что-то такое сделали правильное потрудились и получили награду за свои труды буквально может быть здесь у него такая мысль что он там пашет как папа карла а вы ну радуете жизни живете спокойно отпускаете какие-то тревоги от себя прочь здесь тоже может быть с одной стороны я не скажу зависть я скажу скорее да что здесь ощущение правильной вашей жизненной позиции правильной некой вашей наработанности по жизни то есть он то пашет как папа карла и да не разгибает спины буквально а вы уже добились этого дзена когда вы можете работать и ну спокойно относиться и к результатам своего труда и к работе да то есть вы как вольная пташка вы вот он там арбайт и нарбайт он с утра до вечера вы спокойно в каком-то спокойном режиме работаете улыбаясь работаете доходите сияете цветете и пахните вот в таком ключе здесь у вашего партнера могут быть мысли вас ой король кубков какая прелесть какая прелесть следующая карта выпала король кубков явно он питает к вам некие романтические чувства я бы даже сказала моя прелесть вот моя прелесть это была реакция человека на вас на то что вы ему сообщили сказали видит и ценит вас то есть вот здесь этот король тритон король тритон видит некий кубок золотой который для него действительно вот как это кольцо моя прелесть то есть это какое-то сокровище найдено еда это какая-то радость это какая-то вниз не скажу сверх ценность но все-таки ценность а вы ценность для этого человека в кубке у нас отражается изображение отражение самого этого человека то есть возможно в чем-то человек видеть загаданный да не только этот тритон но еще этот загаданный человек видят некое отражение себя самого вас до видит себя самого морда буквально похоже, морда лица. И он смотрит на вас. Вот, гляжусь в тебя, как в зеркало, до самозабвения. Вот так вот, до головокружения. Вот такие могут приходить к человеку мысли. То есть он смотрит на вас и радуется. Буквально видит вас, вспоминает о вас, и у него невольно улыбка сияет на лице. Вот так, да. У меня такое тоже бывает. Посмотришь на человека и хочешь, не хочешь, а ржать начинаешь, да. И, ну, смеяться, начинаешь улыбаться, начинаешь непроизвольно. Вот так же и этот загаданный человек непроизвольно улыбается, глядя на вас. Дальше идет карта луна. Безусловно, эмоции, да. Эмоции его ваши будоражат, с одной стороны, задевают, может быть, где-то как-то, да. А именно вот вы его эмоционально раскачиваете, да, такой вот очень интересный механизм, что вы пробуждаете, ну, не то, что там его какую-то женскую сущность, да, и все такое, вы вот его эмоциональность пробуждаете. Может быть, вы напоминаете, если вы на него сильно похожи, может быть, вы ему напоминаете значимых женщин в его жизни. Если там не прошлых женщин, не прошлую жену, то мать это точно. Ну, и кто, да, в каком-то чертильном возрасте, может быть, человек даже задумывается, как было бы интересно, если бы вы носили его ребеночка, или если бы, да, вы забеременели, может быть, он думает, что вам уже пора ребеночка заименить. Вам от него ли, или не от него ли? А давайте спросим, от него ли, не от него ли? Если пора, то от него ли не от него? Некий подарок, да. Ну, чтобы ребеночка заиметь, нужны денежки, конечно же. Ну, давайте спросим, от него ли? Король шестов. Ну, возможно, вполне возможно, что он думает, если вы в таком, в готовом возрасте для рождения ребеночка, вполне может быть, что он и думает, что было бы здорово, если бы вы стали для него именно той женщиной, которая родила бы ему дитё. Интересный такой вариант. Давайте еще... Ох ты! Готов он даже... Ну, да, готов-то он готов, может быть, пробивать стены, но есть здесь большие серьезные препятствия, чтобы у вас что-то получилось, чтобы не то, что там ребеночка заиметь, но просто, чтобы даже близость у вас состоялась как таковая сама близость даже. Даже в смысле не просто там любовью заняться, а хотя бы пообниматься, да, не то, что там уже перейти к горизонтальным процедурам, но просто, чтобы обняться, увидеть друг друга, потискать друг друга, ощутить друг друга. Вот для этого уже нужно приложить какие-то усилия, и, скорее всего, он так думает, что, ну, я мужик, я же должен, я же должен прилагать усилия, да, я же должен к этому как-то стремиться. Вот, ну, давайте посмотрим его мысли о вас, независимо от этой реакции. Звезда, ну, хорошо, что спросила, звезда все-таки карта возвышенной романтической любви, возвышенных романтических эмоций, чувств, переживаний, попа красивая, ножки красивые, волосы длинные, шатенского оттенка. Прошу прощения, дальше будет, видимо, без вспышки, но я думаю, все видно. А у человека вот такие возвышенные романтические эмоции, возвышенная романтическая к вам любовь, очень много фантазий, очень много мечтаний, очень много желаний. Может быть, человек вас еще без одежды-то особо и не видел, но мечты у него есть, ваши волосы длинные, прекрасные, красивые, тоже ему очень нравится. Король мечей. Ну, возможно, здесь действительно человек мечтает о том, чтобы вам оказать некую помощь. Может быть, вот так он хочет к вам красиво явиться. Здесь доктор пришел к больной, ну, не значит, конечно, что он ждет, что вы заболеете, но вот красиво к вам явиться, с одной стороны умно явиться, а с другой стороны действительно оказать вам помощь, как-то подставить плечо, чтобы вы где-то даже были ему обязаны, благодарны даже скорее. Вот этого он бы очень хотел бы. Хочет быть на коне, хочет, чтобы вы его как-то оценили. Ну, десятка пентаклей, я бы женился, вот, да, такие мысли, я бы женился, ее надо забрать в свой дом, она будет отлично сидеть с детьми, с внуками, да, надо создать с ней свой некий дом, и вот некое древо жизни с ней продолжить. не зря, не зря, я там говорила про беременность, то есть, вполне человек здесь мечтает, думает о том, чтобы создать с вами семью, и чтобы вы там нянчили его детей и внуков, да, ваших собственных или его, это уже другой вопрос, да, ваших вдвоем или только его, или если у вас есть дети, внуки, чтобы вы их ему привели, привнесли, да, привнесли ему каких-то детей в дом. Ну, давайте уж, да, туз мечей, все-таки человек понимает, что, во-первых, ситуация между вами похожа на некий лабиринт, у вас все запутано, и надо находить выход, то есть, если ты хочешь результата, вот ты мечтаешь, думаешь, тут много о чем, но если ты хочешь какого-то реального результата, надо действовать, надо вот находить выход из этого лабиринта, надо разрубать эту ситуацию, вот это он понимает. Давайте чувства, да, давайте теперь чувства, мысли-то, да, мысли-то у него прекрасны, человек ясного ума, может быть, мечевой товарищ, да, и, ну, такой мужественный товарищ, можно сказать, и семья для него не пустой звук, традиционных ценностей, можно сказать, здесь человек, и семья для него очень важна. Чувства, 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 королева мечей, королева мечей, идет королева мечей. На чувство, конечно, не суперкарта, но, возможно, он здесь видит, ну, во-первых, вашу некую похожесть, что есть у вас некий такой холодок, который его может вовремя останавливать, да, или он понимает, что вы яркая личность, с неким таким, может быть, не очень простым характером, иногда с колким характером, вольно или невольно, но некую похожесть все-таки он здесь видит, то есть вот как у него довольно сложный характер, холодный где-то характер, так и у вас, при всей вашей там мягкости, доброте, где-то может быть характер, ну, немножко, да, немножко холодноватый, немножко своевольный, и немножко такой даже где-то колкий, то есть вы тоже можете сказать колкую фразу, может быть, вы там иронимая где-то, но непростой характер у вас, но зато интересный, да, с вами интересно, с вами интеллектуально общаться, давайте еще чувство, чувство достанем, тройка мечей, разбитое чувство, разбитое сердце у человека, возможно, как-то где-то вы перегнули немножко палку и немножко, да, вставляли ему в колеса, эту палку вернее, ему в колеса, и где-то этот человек, ну, понимает, что что-то здесь не так, и здесь есть какая-то боль, которую вы взаимно друг другу принесли, именно вот булавки в сердце там, в кололи, но тем не менее, туз Жезлов говорит о том, что на чувство, да, туз мечей, туз Жезлов, прекрасно просто, туз Жезлов говорит о том, что все-таки нет худа без добра, если сердце разбито, значит оно есть, если вы вот так вот его укололи, значит чувство есть, желание есть, стремление друг к другу есть, да, есть вот, желание преодолевать препятствия, желание что-то достигать, давайте еще чувства посмотрим, ну, прекрасные, яркие чувства, желание физической близости, именно вот физического соприкосновения, да, физического достижения друг друга, постижения и достижения друг друга, я думаю, здесь присутствует, то есть физическое здесь очень даже есть, может быть, здесь есть еще потребность в том, чтобы у человека, да, в том, чтобы вот эти душевные раны, раны по чувствам, разбитое сердце, чтобы они были залечены именно физической близостью, именно вот тактильным контактом, тактильными ощущениями, да, прекрасно, давайте, может быть, желание, да, чувство посмотреть, желание человека в отношении вас, Паш Пентакли, появиться к вам, постучаться в вашу дверь, появиться к вам с подарочком, с неким, не то, что прям совсем подольститься, но дать вам что-то приятное, сказать вам какие-то комплименты, что-то красивое вам подать, интересное, помимо этого, помимо некого подарка, который человек действительно готовит вам и хочет вам сделать, это еще возможно, или помощь какого-то значимого лица и какого-то известного лица, вот так вот, да, то есть в качестве подарка может быть знакомство вас с каким-то известным лицом через этого человека, да, то есть он может вам подарить знакомство, некое важное, значимое для вас, с одной стороны, с другой стороны, себя человек может показать вам таким очень известным, широко известным в узких кругах, известным лицом, значимым лицом, профессионалом, мастером и т.д. и т.п. Желание себя показать очень даже значимым лицом здесь тоже присутствует. Может быть, из этой позиции даже сделать вам какой-то подарочек из позиции такого значимого лица. То есть некий профессиональный подарок тоже может быть. Может быть, не очень денежный, не очень дорогой, но тем не менее. Что еще? Рыцарь Жезлов приезд, да, приезд, движение к вам, развитие ситуации. Вот это человек, да, человек этого хотел бы. Это мы что, его желание смотрим, да? Давайте еще что же? Во-первых, желание физической близости, желание приезда, желание развития отношений, развития ситуации. Желание коренного вообще перелома в вашей жизни. В этой колоде эта карта-башня не настолько страшная, как в других колодах. Она здесь скорее говорит о более глубокой трансформации в отношениях, вообще в ситуации, чем о каких-то катастрофических событиях. Ну, возможно, конечно, человек думает, что откуда-то, оттуда, где он находится, сейчас ему пора уже просто линять, сматываться и смываться. И, ой, двигаться к вам, потому что дальше идет карта дьявол. Шестнадцатый, пятнадцатый, вот, да. Карта дьявола, естественно, карта зависимости, но это еще и карта соединения, карта любви, карта страсти, карта желаний. Причем желания, которые, да, вот здесь вот они как будто венчаются на самом деле в этой страсти. То есть они стоят перед дьяволом, держатся за руки, стоят в этой пентаграмме, они венчаются. Вот у меня такая ассоциация. То есть человек хотел бы с вами повенчаться все-таки в этой страсти. То есть если от страсти нельзя избавиться, нужно ее полностью по максимуму реализовать. Если от зависимости нельзя избавиться, то хотя бы насладиться ею тоже нужно по полной программе. Что называется, если ты не можешь противостоять безобразию, если ты не можешь предотвратить безобразие, его надо возглавить. Вот такие здесь мысли у человека. Чего он еще хочет? Ту-спентакли. Во-первых, денег хочет. Во-вторых, человек хочет хозяйку, ну или хозяина внезапно, да, хозяйку в свой дом. Хочет, чтобы вы все ключи от его сердца ему отдали, во-первых. А во-вторых, чтобы вы были вот такой очень теплой, домашней женщиной, женщиной, у которой, да, есть на что посмотреть, есть за что поддержаться. Такая вот женщина в теле, да, чтобы вас и потискать можно было, и пообнимать, и глаз радовался там на попу посмотреть, и на все такое. Ну и чтобы вы действительно навели порядок в его жизни, держали ключи от его дома, от его жизни, от его сердца. Восьмерка кубков. Ну, ему надо просто менять свою жизнь, чтобы быть с вами. Вот и все, что здесь можно сказать. Рыцарь кубков, естественно, влюбленность, такие романтические ожидания, романтические мечты есть, да. То есть человек хотел бы, может быть, да, кстати, может быть, человек хотел бы, чтобы вы все бросили нафиг, да, здесь вот женщина-хозяйка, чтобы вы бросили вашу жизнь, отправились в путешествие и приехали к нему. Еще один рыцарь, да, еще один рыцарь у нас здесь идет. Причем здесь рыцарь, женщина с сиськами, женщина с сиськами, тут она уже дома сидит, да, тут вот она, тут она у него дома, тут она покинула свой дом, некий свой сад облагороженный и поехала облагораживать его сад. Ну, много хочет, что называется, давайте посмотрим, какие его действия в итоге. Так получается, мысль, чувство, действие, расклад. Давайте, ух ты, семерка жилов. Человек будет стремиться к некой победе, к некому результату, будет вот некую дверь открывать буквально тяжело, но он понимает, что надо. Там у нас карта дьявол мелькает, да, то есть прикрываем карту дьявол. Вот это желание, стремление к вам, страсть к вам, зависимость от вас, вот это все, двигая человека к вам и действовать, он все-таки будет, он будет, ну, открывать, отпирать все запоры, открывать все помехи между вами, преодолевать все препятствия между вами, идти вот к этой самой победе, упираться, простите, но бороться за вас, да, и двигаться к вам. Карта императрица, ну, детей явно человек здесь хотел бы, я бы сказала, императрица здесь говорит, что он готов принять вас в свой дом, вот так, да, если у него там матушка есть, он вот так вот, да, как два, два ребенка, вот реально матушка и два ребенка, вот если там матушка, у него такая суровая, строгая, он уже готовит эту матушку, чтобы она принимала вас в его дом, да, вот, типа, вот моя девушка, вот я ее привел, прими нас матушка, вот как-то так, да, если у него там жена, он вас прочит на роль любовницы, он тогда жену готовит, что, а я приведу девушку домой, или там у меня есть некая зазноба, с которой жду некой связи, готовься, мать, скоро у тебя, да, будет вот некая младшая, младшая жена, младшая жена, у нас скоро появится, двойка мечей, ну, очень неожиданно это все может случиться, то есть, человек готовит вам некий сюрприз, чтобы вы, извините, не убежали, и чтобы вы не испугались, не испугались, и не убежали, и не успели отказаться, да, иди на ручки, вот, возьми меня на ручки, может быть, человек вам вот буквально на ручки попросится с одной стороны, с другой стороны, это все-таки, ну, еще некое размышление, человек еще некое время будет размышлять, может быть, даже переживать, страдать, слезно переживать с одной стороны, а с другой стороны, еще один момент этой карты, что он может быть такой любитель сюрпризов, то есть, возможно, он некий сюрприз вам решит сюрприз некий сюрприз вам лишь решит устроить чтобы устроить ему вам некий сюрприз нему для начала нужно изменить свою жизнь полностью что-то поменять да может быть он какой-то траур выдерживает либо вот действительно сидит там друзей оплакивать на могиле чей-то сидит то есть ему нужно проститься с прошлым ему нужно некий выдержать траур некую травму может быть и жить в своей душе чтобы начать жить заново с вами чтобы вот понять что нужно перевернуть страницу время дорого время ему осталось мало может быть он уже понимает что не так много осталось его красоте цвести дали сам букет буквально держишь что надо пользоваться вот этими возможностями ну и карта мир никого рождения до рождения развития он хочет давайте дальше уже смотреть шестерка мечей я уже чувствую что это уже действия его пошли буквально до конкретное я думаю что здесь будет у вас переписка пока общение на расстоянии пока естественно возможно приезд в будущем по шестерки мечей здесь пока может быть вот некая подгонка да некая подгонка некая договоренность о дальнейших действиях то есть пока это подготовка подгонка подготовка дальше действия смотрим страшный суд да некое судьбоносное решение которое делит жизнь на до и после давайте еще смотрим что-то какой-то радужный слишком расклад вам не кажется ну движение будет но очень медленно и естественно опять мы видим подарок опять он вам что-то готовит какой-то сюрприз какое-то предложение и женщина здесь встречает этого самого приехавшего к ней в гости мужчинку с подарочком ну чего готовимся готовимся а потом ход и закрываемся и сидим ждем да и может быть так сначала общение потом некое судьбоносное решение некое предложение подарок дальше тишина проверка до проверка дальше что-то типа мечтаний фантазий планов на будущее причем планы могут быть даже не вполне соответствующей реальности то есть такие немножко иллюзорные планы человек может вам чего-то не договаривать потому что он сам не очень понимает ситуацию между вами то есть он сам не очень уверен в себе сам не очень уверен в вас в этих отношениях поэтому он тоже немножко все показывает не так как есть на самом деле не в том свете как это все на самом деле выглядит вот то есть он рисует некую картину такую абстрактную буквально который может не вполне соответственность соответствовать реальности но тем не менее да может быть действительно это будет некая такая проверка если вы эту проверку выдержите если вы дождетесь его здесь будет явление на колеснице этого вот египетского нашего бога бога рок-звезды явление звезды некой такой вашей жизни да то есть он хочет предстать перед вами во всей красе ну и девятка пентакли это буквально приглашение в гости приезд загаданного человека я уж не знаю до движения его к вам движение развития какое-то опять здесь у нас три человека я так понимаю что это не только не не только и не просто гости а что действительно он вас хочет ввести в свой дом войти в ваш дом как вариант и познакомить еще с кем-то возможно еще с какой-то женщиной чтобы какая-то женщина вас привела может быть это действительно мать его может жена него которая вас тоже должна принять в качестве от кандидатки на его его женщину еще одну двойка пентаклей здесь скорее буквально говорит о синхронности то есть здесь человек с одной стороны он где-то будет вас немножко отзеркаливать то есть он уловил вот эту манеру в которой вы с ним общаетесь и в которой вы движетесь к нему с какими-то пожеланиями с какими-то желаниями да то есть вот ловит он сигналы от вас и в принципе те же сигналы выдает вам с одной стороны с другой стороны это координация координация планов координация движения в вашу сторону координация своих планов и ваших планов вот так куда давай договоримся давай скоординируем планы давай совместный план действий отработаем то есть вот отработка координация совместного плана действия на будущее отшельник ну что ж такая скотинка то сначала все давай 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 потом отшельник потом пауза. Сначала все идет, 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 потом пауза. Ну, причем, заметьте, что после паузы у него все только обостряется, у него все только повышается, либидо повышается. Потом он уходит, да, потом опять. Давайте посмотрим, давайте проверим, а дальше что? Ну, а дальше двойка кубков. Вот, я же говорю, ему, видимо, нужны вот эти паузы. То есть, если он уходит в неотвечку, если он уходит в какие-то паузы, долго молчит, ему это нужно, во-первых, для перезагрузки, во-вторых, для того, чтобы прийти в себя, ощутить себя, ощутить свои желания, прислушаться к себе, к своим желаниям. То есть, понять, хочет ли он этого на самом деле. То есть, такой человек, который очень вот эгоист, да, себе любивец. И он очень блюдет, очень следит, чтобы те решения, которые он принимал, соответствовали его внутренним желаниям, чтобы они не противоречили его каким-то установкам, убеждениям, да, то есть, чтобы они не были против его внутреннего я. Вот так вот можно здесь сказать. Поэтому вот это скорее двойка кубков, да, и вот такая вот его стратегия говорит о том, что человек настраивается на какие-то серьезные отношения, и поэтому вот он периодически себя вот так проверяет. То есть, он здесь не вас проверяет, не вас там как-то хочет, да, заморочить вам голову. Здесь человек проверяет именно себя вот тем, что он периодически делает паузу, уходит в неотвечку, но после каждой паузы он может проявиться с наибольшей силой, с наибольшими чувствами, да, то есть, вот такой немножко иррациональный человек, если говорить по соционике, да, то есть, а рационалы, они делают все вот по плану. Сегодня 8.15 у нас будет незапланированный секс, да, а здесь у человека все не по плану, здесь человек довольно спонтанный, ну, единственное, что здесь по плану, то, что он именно себя вот так вот проверяет, он не хочет ошибиться, да, он боится ошибиться, он не хочет ошибиться, человек думает, рассчитывает, продумывает все, поэтому ему нужны такие паузы, чтобы принять решение, осознать свои чувства, понять, что он вообще хочет по жизни, что он хочет от вас, от ваших отношений, на что он готов с вами. Ну, давайте все-таки вот этой двойкой кубков завершим, не буду больше ничего тянуть, и скажем, что все-таки вот на то, на что вы с ним рассчитывали, на некоторое партнерство, да, на то, что вы вкладываетесь в отношения, он вкладывается в отношения, вот на это партнерство, на эту какую-то одинаковость, наконец-то на равное отношение с вами, вы с ним можете рассчитывать, да, ну, в смысле, что наконец-то вы можете рассчитывать на то, что он будет на равных с вами, будет также вкладываться в отношения, ну, вот, воспринимать вас, в принципе, как потенциального партнера для себя, человека, в которого он тоже готов вкладываться, как равного себе, как потенциально ценного для себя партнера. Давайте вот так. Кто хочет любви по двойке кубков, здесь самое главное, чтобы человек вот принял такое решение рассматривать вас как партнера. Вот кто хочет любви, тот по двойке кубков получит эту любовь, получит вот это партнерство, любовное прежде всего с этим человеком. Но двойка кубков говорит о том, что это именно начало любовных отношений. Я рискну сделать предположение, что любовные отношения еще и не начались, в принципе, вообще между вами. Ну, вот кто... Ну, или по-нормальному еще не начались. Ну, вот кто ждет этого начала, тот пусть тут дождется, да. Кто хочет, тот найдет, да. Кто ищет, тот найдет. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот дождитесь этого человека, пусть он сам найдет дорогу к вам таким вот методом своеобразных проб и ошибок, да, что он идет к вам навстречу, потом опять куда-то это само исчезает, пропадает, да. То есть дайте ему время определиться со своими желаниями, сделать выбор и найти дорогу к вам. И притащить вас в свой дом, да, и поставить там всех женщин, которые у него там в доме живут в известной, что все, она будет жить с нами. Это Маша, она будет жить с нами. Вот, ну все, пожалуй, давайте на этом закруглимся, не будем уже его, да, его там чувства испытывать, не будем дальше уже копать. Может быть, копнем в следующий раз, в следующем каком-нибудь раскладе. Может быть, тоже общим. Вот, как обычно, спасибо картам, спасибо вам за просмотр. Счастья вам, любви, гармонии. Даже если что-то не совпало, пусть у вас все будет хорошо, и пусть все в итоге двойкой кубков и закончится, если вы ее ждете. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok